Алла Хитрова подписчик Очень блю Коровина Не подскажется, где можно посмотреть много его картин А то даже в Московском музее импрессионизма совсем мало его В Третьяковке достаточно В Петербурге в Русском музее Выставки бывают Не так уж давно, но может быть года 3-4 назад Была масштабнейшая выставка в Москве и в Петербурге Ну, просто следите за информацией Я тоже блю, как вы пишете, Коровина В институте в Строгановке сильно очень полюбил До этого не понимал Наверное, это удивительно для большинства людей Им кажется, что не нужно особого какого-то знания Чтобы понимать искусство Не нужно потратить какое-то, может быть, даже значительное время Чтобы изучать его Ходить в музеи, слушать какие-то лекции, читать Слушать умных людей Но я понимаю тех, для кого Коровин Живопись Коровина кажется мазнёй Другие вкусы, другое прочтение живописи как таковую Коровин – это цвет Свет в живописи Это фейерверк Такого экстаза живописного Ольга Иконникова Слава и Александр Этот комментарий был написан под видео Которое интервью я снимал с Александром Тюнькиным Художником из Бахчисарая Ну так вот, слава и Александр Мужики Вы где берёте столько энергии? На ваших картинах столько света Столько солнца Дух захватывает от увиденного Поделитесь источником Ольга Иконникова А позвольте полюбопытствовать Вы не за полярным случайно кругом Часом живёте Там, где солнце появляется на горизонте И тут же исчезает Но если нет И если вы, например, не Как это, жаворонок Если вы не сова То есть ночами живёте при лучине А днём спите То есть вообще света Божьего не видите То тогда, мне кажется, странно Ведь кругом свет Ну, солнце-то есть, даже если оно за облаками И дело за малым Остаётся только научиться Его изображать, этот свет Манек говорил, что У художника одна задача Писать свет Что мы с Александром и делаем Спасибо вам Друзья, напомню, что завтра Музейный день Открытие в Зверевском центре Выставки Ню В коей я принимаю участие В 18 часов я туда приеду На открытие Приезжайте и вы Познакомимся и выпьем чай А часа в 3-4 до этого Я собираюсь посетить Арт Раша В гостином дворе Где тоже мои там две работы Находится в павильоне А-14 Приходите, тоже посмотрим вообще, что там творится Это масштабная выставка Я думаю, будет всем интересно Максим Я уже средних лет И стремлюсь стать художником Но все не начну писать Как художник Много и жадно Причина Не могу определиться С материалом Как Буриданов Стоит направо пойти Или налево пойти Направо пойдешь Живопись найдешь Налево пойдешь Миллион найдешь Ну, в общем, надо как-то определяться Подождите Еще дальше он продолжает Максим Акварель или масло? Вот беда Надо помочь Максиму На ваш взгляд В каком материале лучше работать Для продвижения карьеры художника? Так, сразу, в общем, мысль о карьере Ну, правильно Акварель или холст масла? Конечно, холст масла Акварель – это, ну, что это? Водичка? Так, это все Ну, на самом деле, конечно Акварель – это самый сложный материал И акварелистов в мире Прям вообще Трое-четверо А маслянистов Более масштабное Обилие Изобилия Меня притягивают оба материала Значит, в обоих надо работать Но сомнения по поводу материала Не дают ход делу Надо брать с собой И акварель, и масло Вот вы выходите на пленар Вот сейчас я в Армению поеду Я возьму акварель с собой Ну, как Какая-нибудь там Минутка Отдых Где-то случился Раз, акварелька Быстро Ничего не надо Долго там это все Мазюкать Куда-то это все Паковать, нести Всегда-всегда доступно Так, дальше Есть опасения Что работы не воспримут люди Именно из-за материала Какое ваше мнение Воспримут Если написано качественно Воспримут И вообще, Максим Не думайте о людях Об их мнении Карьера, конечно, интересует вас Я понимаю Но карьера строится на качестве Думайте об этом Сравнивайте свои работы Вот вы пишите С великими Посмотрите Великих акварелистов Ну, посмотрите Работа на Я не знаю Вот сейчас Ну, с Букович Посмотрите Посмотрите Альваро Кастаньет Кстати, у меня есть В Инстаграм Такая страничка Называется Painting the Best Заходите туда Там вы тоже Я там выкладываю Любимых художников Вдруг наши вкусы совпадают И там тоже акварелисты есть Я бы посоветовал Начинать с укрывистых материалов Это Темпера Лучше всего Если водная Гуашь Профессиональное Масло И к акварели Переходить потом Когда вы почувствуете Тональные связи Акварель Это все-таки Куча случайностей За ними За этими случайностями Стоит многолетняя Ну, может, у кого Многозимняя Ну, не такой продолжительности Времени там Пятилетняя Десятилетняя Работа Укрывистыми Материалами Когда вы Ну, уже Наблатыкались Различать Тональные связи Тогда будет легко В акварели И цвет появится Считается, что Акварель-графика Для меня Это все-таки Живопись Просто Живописцев Мало Даже те Кого я назвал Для меня еще Не очень Мне не очень Хватает у них Живописи Поэтому давайте Договоримся Что вы Какое-то время Поработайте Все-таки Ну, маслом Если оно Вам интересно Темпером Мне очень нравится Так что Я за это Друзья, скажите Своё мнение Максиму Мы же команда И кто знает Может быть Из общего мнения Получится Такой Ну, весомый результат Для Выстраивания Карьеры Максима Лилия Мацкевич Главная в этой картине Конечно же Голая задница Да А что вы имеете Против Лилия Задницы Даже проводили Какие-то исследования Что Женщин Привлекает В мужчинах Тоже Задница Для меня Это так странно Ну, а мужчин Ну, точно Задница Привлекает У женщин А что здесь Такого Удивительного Это же Часть тела Во-первых Лилия Я Хулиганистый Художник Во-вторых Боготворю Женщин Женщина По моему мнению Венец Творения Природы Самое Лучшее Самое Красивое Что в природе Существует Конечно Вы скажете На первом месте Душа Я не буду С вами Спорить Но Она же Где-то Существует По крайней мере Рядом С удивительно Красивым Телом Через тело Можно И Приблизиться К пониманию Самых Тонких Составляющих Человека Оно же Зачем-то нам Дано Тело Наверное Какие-то есть Огромнейшие Задачи И голова В этом теле Тоже присутствует И наверняка Не только для того Чтобы Упрекать Меня В том Что я Что в этой картине Конечно Голая задница Столько Важна А вы знаете Я кстати В свое время Закончил Режиссерские Операторские Курсы В Останкино И там Ну такие Дедушки Нам Маэстро Очень большие Режиссеры Документального Кино Они задали вопрос Что главное В профессии Режиссера И оператора Ну все там Начали что-то там Говорить И они Слушали-слушали Говорят Жопа Ну то есть Задница То есть устойчиво Нужно сидеть Перед Ну монтировать Все это Долго сидеть Вот А у оператора Но они Очень шутники Были Главное дело Оператора Смотреть в очко Они говорили Ну в общем Было очень весело В моих картинах Бывает тоже весело Это часть жизни И если изображена Вот эта вот Голая З Задница Значит зачем-то Значит кому-то Это нужно Кому-то Это выгодно Друзья Вам доступен 54-й Урок Цветы В пейзаже Урок Теоретический Я разбираю 88 Своих работ Причем Мотив Фотомотива И фотоработы На мой взгляд Это самое Действенное Обучение Когда вы видите Что получается Из мотива На который вы смотрите Как трансформируется В сознании художника Видимая реальность И как создается Новая реальность Вы увидите Как сочиняется Композиция Я надеюсь Что этот урок Будет Очень полезен Тем Кто любит Писать Цветы В пейзаже Нужно Построить Структуру Мотива В котором Вы видите Цветы Это не так Просто Но возможно 54-й Урок Цветы В пейзаже В конце этого видео Будет прямая ссылка На ролик Художник На острие жизни Я показываю Там фрагменты Написания Одного портрета Женского Кстати Заходите Что это Субтитры создавал DimaTorzok